Добрый день, дамы и господа. Сегодня у нас на повестке каркасник. 40 лет спустя Норвегия. Перестраиваем. Здесь будет стена, чуть-чуть передвинута в другую сторону. Но нам главное посмотреть состояние. Видим, что это терраса, то есть подпольное пространство. Исутствует высокая там могут быть грызуны и все. Нам нужно посмотреть, что у нас будет внутри. Напоминаю, что каркасу 40 лет. Вот я снял наружную обшивку. Состояние хорошее, так как все-таки навес. Здесь можно посмотреть обшивку. Ну что, ребята, вот эта обшивочка снята. Видно, что под низом у нас рубероид. Рубероид можно посмотреть. У нас идет рубероид. Доска. Я так понимаю, это вензазор. Контробрусок. МДВП. Стойка. Внутренний брусок. Там, по идее, пароизоляция и какая-то отделка наружная. Утепление 100, как здесь видно. Это как бы маловато, но на то время делали так. Самое интересное, что на то время уже использовали НДВП. У нас до сих пор используют ОСБ. Ну вот, господа, мы их сняли. НДВП. У нас картина такая вот перед нами. Такая вот картина. Вот они. Укосины металлические. Я так понимаю, это укосин. Утеплитель у нас. Скорее всего, это у нас будет стекловата. Там у нас пароизоляция. Да, это стекловата. Были ли тут мыши? Мыши здесь были. Как они сюда попали? Мы потом, когда снимем все, посмотрим, где реки у них пути были. Снизу ли шею сверху? Сейчас в Норвегии используется снизу специальная решетка, которая не дает попадания в разунов. Сверху москитная сетка используется. Как бы мысли здесь были давновато, видно, но они здесь присутствовали. Вот еще раз можно обратить внимание на пирог. Идет стойка, МДВП, винт зазор между МДВП и гидроветрозащитой. На мой взгляд, это умное решение. Каркас в целом сухой, но, в принципе, ему тут ничего не встанет. Я думаю, он простоит лет 150, без проблем, без всего. Снимем утеплитель, посмотрим, куда они могли пробраться. Достал я утеплитель. Вот вообще картина такая у нас. Под окнами специально не доставал. Так как под окнами я смотрю, что мышей не было. Здесь в этом утеплителя мышей нет. О чем это говорит? Это говорит о том, что сбоку, как бы контрабрусок, который идет, он прикрывает вход, да, по сторонам. Сверху под окном на стол, как бы они не могут попасть. И снизу перекрытие видно тоже, что следов нет. Почему же здесь есть? Здесь можно обратить внимание, сверху пароизоляция погрызенная. Так что я предположу, что все-таки мыши в сену попали из перекрытия верхнего. Пароизоляция здесь как бы тоже. Видно, гвозди. Не такая вот тщательная, как делают пленка. Тоненькая, очень тоненькая. Но, видимо, свою функцию выполняет. Какой же вывод из этого всего можно сделать? Можно сделать вывод то, что перекрытие первого этажа желательно делать плитным. Так как мы ограничиваем максимально доступ грызунов в стену. Еще используются специальные барьеры для мышей в гензазор, чтобы они попали. Ну и сверху тоже как-то нужно ограничивать доступ грызунов. Я думаю, какой-нибудь металлической сеткой натягивается. Всем спасибо!